Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я бренд-шеф компании Мираторг. Сегодня я приготовлю бафало-стейк из говядины. Он относится к группе традиционных стейков, вырезается из лопаточной части бычка. Давайте приступим. Открываем упаковку, снимаем верхнюю пленку и даем нашим стейкам полежать при комнатной температуре в течение 20 минут. Стейки у нас полежались, немного нагрелись, насытились кислородом, раскрылись, приобрели розовый естественный цвет. Теперь я смажу растительным маслом и приступлю к приготовлению. Так как это у нас лопаточная часть, она у нас богата коллагеном и, как вы видите, много жировых прословий, которые называются мраморности. Поэтому для данного стейка я порекомендую прожарку медью. Смазали стейки с двух сторон. Нагреваем нашу жарочную поверхность, в данном случае у нас сковорода. Классический вариант, домашний вариант, я бы сказал. Разогреваем сковороду на максимальном огне. Обжариваем по полторы минуты с каждой стороны. Потом убавляем огонь на средний и продолжаем еще обжаривать в течение 4 минут. Таким образом мы получим прожарку среднюю, которая называется медиум. Для данного стейка это оптимальная прожарка. Учитывая его жирность и соотношение постности, у нас получится хороший, мягкий, сочный и ароматный стейк. Ну что, сковорода нагрелась, приступаем к приготовлению. Для приготовления стейков я пользуюсь только щипцами. Почему? Ни в коем случае не берите в руки нож, вилку или другие острые предметы. Это все делают насечки, надрезы на стейке, не вытекает сок. И поэтому мы теряем сочность. Пользуйтесь щипцами. Также в процессе приготовления желательно ничем не накрывать наш стейк. Ни фольгой, ни крышкой. Это все приводит к варке стейка. Учитывая, что толщина стейка не совсем большая, стейк приготовится быстро. В течение 7 минут мы получим классный, замечательный, сочный стейк прожарки медиум. Ну что, друзья, стейк бафало готов. Приправляю его слегка с солью, перцем. К данному стейку я подам обжаренные баклажаны с чесноком. И также я рекомендую соус грибной. Его рецепт вы можете найти на нашем сайте miratorb.ru. Заходите, пробуйте, готовьте, экспериментируйте. И у вас все получится. Приятного аппетита!